С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 4 апреля. Всемирный день крысы. Он создан для привлечения внимания к этому неординарному животному и призван объединить любителей декоративных крыс по всему миру. Идея учреждения этого дня принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили почтить своих хвостатых любимцев декоративных крыс вниманием. Ну и потом мы, наверное, с вами знаем, что иногда ведь празднуем и Новый год – Год Крысы. В этот день появились на свет 1823 год Уильям Симменс. Он рожден в Германии, сам по себе британский металлург и изобретатель. Карл – один из 14 братьев Симменс. С юности увлекался электротехникой. Именно ему принадлежит концепция электрического термометра. С середины 19 века и до наших дней прибор изменился мало. Однако самым известным, самым важным изобретением и великим достижением его жизни было создание регенеративной печки. Это изобретение привело в дальнейшем к созданию Мартена, без которого было бы невозможно становление и развитие современной металлургии. 1915 год – день рождения Мадди Отерса. Настоящее имя Маккинли Морганфилд – американского блюз-певца, который считается основоположником Чикагской школы блюза. 1928 год – в этот мир приходит Элина Быстрицкая – актриса. Тихий дон, добровольцы и другие картины. Народная артистка СССР. 1932 год – день рождения Андрея Тарковского – советского кинорежиссера, народного артиста РСФСР. Автора таких фильмов, как «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение». С 1982 года жил за рубежом. 1952 год – день рождения Гэри Мура, ирландского гитариста, вокалиста, композитора, продюсера и аранжировщика. Гэри Мур считался одним из самых заметных рок-гитаристов своего поколения. Среди рок-групп, в составе которых играл Мур, были самые разные. И он выступал на сцене с такими музыкантами, как Биби Кинг, Грег Лейк и Альберт Коллинсон. 1967 год – день рождения российского актера-шоумена, причем актера, который очень хорошо играет роль телеведущего Дмитрия Нагиева. В 1976 году появился на свет его коллега, теле- и радиоведущий Антон Камолов. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1850 год. Лос-Анджелес получает статус города. По мнению независимых историков, в округе Лос-Анджелеса проживает около 10 миллионов людей, свыше 140 национальностей. Каждый десятый иммигрант находится здесь нелегально. Город пахнет бетоном, моторным маслом, марихуаной и хот-догами с беконом. В Лос-Анджелесе автомобилей больше, чем людей. Машины занимают около 24% общей площади города. Лос-Анджелес расположен на одном из трех крупнейших месторождений нефти в стране. Нефтяные вышки разбросаны по всему городу. Они работают рядом со школами, магазинами и даже рынками. 1881 год. Народоволецкий Бальчич, находясь в Петропавловской крепости, за несколько дней до казни составляет записку и дает эскиз ракетного летательного аппарата с качающейся камеры сгорания для управления вектором тяги. 1917 год. Выступление Ленина Владимира Ильича с апрельскими тезисами программы пролетариата в революции. Апрельские тезисы – один из основных документов, который изучается историей КПСС. 1953 год. В ночь с 3 на 4 апреля всех арестованных по делу врачей и их жен внезапно выводят из тюрьмы, сажают в автомобили и развозят по домам. Только на свободе врачи узнают о том, что писалось о них в газетах о смерти Сталина. Это реабилитация. 1964 год. В этот день песены топ-100 американского Билборд возглавляют 5 песен. И вот что интересно. Исполнитель один. Разумеется, группа Битлз. В 1968 происходит убийство расистами в Мемфисе лидера негритянского движения Мартина Лютера Кинга. Его гибель обернулась массовыми беспорядками. Более чем в 100 городах толпы чернокожих громят и грабят магазины, бьют стекла, переворачивают машину, устраивают поджоги, сожгут более тысячи зданий. 1991 год. Американские военные взрывают склад иранских ракет, не подозревая, что в их боеголовках находится зарин. По одной из версий, десятки тысяч человек подверглись действию боевых отравляющих веществ. 9 тысяч американцев, прошедших войну в Персидском заливе, жалуются сегодня на странное воспаление кожи, неврологические и дыхательные расстройства. Ну и последнее. Сегодня день святого Исидора, покровителя интернета. Он считается покровителем учеников и студентов, а вот в 1999-м папа Иоанн Павел II официально назвал его покровителем не только компьютером, но и интернета. Католический святой, он же епископ Севильский, получил известность не только благодаря своему благочестию, но и любви к наукам. Он первым представил работы Аристотеля в Испании, был реформатором и человеком широких взглядов. Также сегодня отмечается неофициальный день веб-мастера. Если присмотреться, можно заметить, что цифры 4.04 очень напоминают по своему написанию знаменитую компьютерную ошибку 404 «Страница не найдена», имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. Но похоже, скоро о нашей жизни мы будем больше узнавать в интернете, чем в реальности. Хорошо это или плохо, никто пока сказать не может. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».